Привет всем! Сегодня я хочу обсудить в рамках нашего словаря буддизма термин просветление или бодхи. Вот значит, Будда сел под фикус религиозный и достиг просветления. И мы все, я имею ввиду всех буддистов, в той или иной степени стремимся достичь именно этого, именно просветления. Так чего же мы все-таки хотим достичь? К сожалению, на 100% никто не знает, что такое просветление. Почему не знаем? Потому что мы не Будды. И даже если кто-то просветлится, то он не сможет всем остальным объяснить, что это такое. Человеческий разум это понять не способен. Ну, давайте хотя бы в общих чертах. Что же это такое? К чему мы стремимся? Почему мы к этому стремимся, если никто не знает, что это? Во-первых, само слово бодхи означает знание, понимание или пробуждение. Именно поэтому в английском языке очень часто слово бодхи перевозят именно как awakening, пробуждение. Но некоторые приводчики, на статью одного из них я дам ссылку, считают, что это не совсем правильно. Потому что именно в сутрах вот этот термин бодхи используется не в значении пробуждения, а в значении именно обретения знания, понимания. Как это описывается? Ну, сам Будда говорил об этом, что пришел свет и тьма отступила. И вот интересно, что очень много этой метафоры света в буддистских сутрах. Например, самого Будду как учителя описывают как солнце, которое взошло и принесло свет всему миру. Или как человека, который в темную комнату принес лампу. То есть получается, что в результате просветления оказывается открыто освещено то, что раньше было скрыто и непонятно. Как я уже говорила, мы не знаем до конца, что конкретно оказалось открыто Будде. Но по некоторым кускам мы можем предположить, что, во-первых, Будда увидел реальность именно такой, какая она есть. Увидел просто все, что его окружает, все, что было, все, что будет. И осознал, как оно все взаимодействует между собой. Будде открылись все его предыдущие жизни. Будда понял, как работает карма, как работает реинкарнация. И он оказался свободен от всего того, что раньше мешало жить. То есть от всех заблуждений, от ненависти, от зависти, от жадности он оказался свободен. Как конкретно перед ним предстал мир, мы не знаем. Но можем предположить, что совсем не так, как мы его видим сейчас. И именно поэтому просветление невозможно просто достичь, если стараться думать о нем, стараться думать о себе как просветленном человеке. Оно достигается исключительно в ходе практики. Еще одна вещь, которую Будда осознал, это четыре благородные истины. И вот о них мы поговорим в следующий раз. Надеюсь, хоть немножко стало понятнее. А может быть и нет. Но, увы, буддизм он такой. Ладно, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok